В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день января с погоды. В горах до плюс 16. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью до 4 градусов мороза, а днем до 6 тепла. Полицейские у Джигузинского района приняли студенческий десант. Однодневную стажировку в отделе прошли студенты 2-го курса юридического факультета филиала Международного открытого колледжа современного управления имени Абрекова. Алла Качиева подробнее. Экскурсия началась с аллеи славы сотрудникам ОВД Узжигузинского района, участникам Великой Отечественной войны и памятника сотрудникам отдела погибшим при выполнении служебных обязанностей. Заместитель председателя и член Совета ветеранов отдела внутренних дел по Узжигузинскому району Анатолий Фетисов и Юрий Дзугов рассказали ребятам краткую историю территориального органа, а также о подвигах сотрудников отдела, отдавших свои жизни в борьбе за правопорядок. Поблагодарив ветеранов запознавательный рассказ, ребята прошли КПП, где ознакомились с контрольно-пропускной системой в административное здание. Студентам рассказали, как работают полицейские кинологи, как проводятся обследования помещений и транспорта с использованием служебно-розыскных собак, которые помогают обнаружить оружие, наркотические средства и другие опасные предметы. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Мурат Узденов провел беседу, в ходе которой говорил о безопасности соблюдения правил дорожного движения, о работе ДПС. Заместитель начальника полиции Аслан Тикеев довел информацию о работе дежурной части, о процедурах приема заявлений и регистрации сообщений о преступлениях, административных правонарушениях о происшествиях. В ходе экскурсии сотрудники отдела продемонстрировали некоторые виды оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел. Следователи-криминалисты подготовили для ребят задание. По задумке была совершена кража телефона, а студенты, выступая в роли полицейских, проводили расследование, снимали отпечатки пальцев, опрашивали условных свидетелей. Мы проследовали на саму территорию отдела, где рассказали о спецавтомобилях, которыми оснащен наш отдел. Рассказали о кинологической службе. Зашли в административное здание, где рассказали о сердце нашего отдела, дежурной части, чем она занимается. Ну и о направлении участковых уполномоченных, о направлении следствия, о направлении экспертов. Рассказали, как поступить в ведомственные вузы. Рассказали об условиях приема на службу, полицию. В ходе познавательной экскурсии молодые люди познакомились с руководством отдела, узнали об основных функциях, задачах и направлениях службы в органах внутренних дел. Они поблагодарили полицейских за интересный день стажировки и ушли в хорошем настроении, обсуждая между собой наиболее интересные моменты. Думаю, данное мероприятие получилось достаточно познавательным для нас, так как мы в будущем почти все планируем работать в органах. Мы увидели всю структуру изнутри и получили много познавательной информации и хороших впечатлений. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас проводились почаще. Думаю, это было бы достаточно полезно. В завершение встречи сотрудники ОВД по Узжигутинскому району поздравили ребят с наступающим днем российского студенчества и пожелали отличной учебы. Алла Качиева, Вести, Карачаево, Черкесия, Узжигутинский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите Вести «Северный Кавказ», затем программы «Русской редакции», а в 14.30 Вести Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok